Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду готовить сметанный крем пломбир. Он такой же вкусный как и сливочный, но еще более нежный и еще менее жирный. В общем очень вкусно! Я буду переслаивать этим кремом такой вкусный тортик как тропиканка, только делала я его с клубникой. Поподробнее уже расскажу о нем в следующем видео. Тортик вышел безумно вкусным. Но давайте продолжим собственно про сам крем. Для начала я буду отвешивать сметану. Я воспользуюсь методом подвешивания. Можно либо вот так вот на ситечко положить марлю, в нее положить сметану и отправить это в холодильник на всю ночь. Либо можно подвесить, мне этот метод нравится еще больше. Можно подвесить прямо в холодильнике, если у вас решетка, вот таким вот образом и под низ поставить посудину. Сметана становится намного гуще и с ней намного удобнее работать. Пока у нас стекала сметана, утром приступаю и делаю заварную основу к нашему крему. Я взяла 50 мл молока и сюда к нему добавляю, здесь у меня 2 желтка и 1 целое яйцо. Можно добавить либо 2 яйца просто, либо 4 желтка. Так советуют, будет вкуснее. Также буду добавлять кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал не имеет ни вкуса, ни запаха после приготовления, поэтому больше и чаще использую именно его. Можно воспользоваться и картофельным, если у вас такого нет. Хорошенечко перемешиваю яйца молоко и крахмал. Тем временем у меня на плите стоит 450 мл молока. Когда это молоко у меня закипело, постоянно помешивая, ввожу это молоко в нашу яичную смесь и возвращаю обратно в кастрюльку. И увариваю постоянно помешивая до закипания и после этого где-то минутку-две еще провариваю, чтобы хорошо уже приготовились наши все продукты. Вот такой вот крем получается. Накрываю его встык пленкой, отставляю до остывания и потом отправляю в холодильник, чтобы он был у меня холодный. Теперь уже можно будет продолжать со сметаной. Начинаю взбивать сметану, она, вы видите, намного хуще стала с сахаром. У меня изначально было полтора килограмма сметаны и за ночь у меня сбежало почти полкилограмма. То есть у меня остался килограмм сметаны. Его взбиваю вот с сахаром и добавляю уже сюда нашу заварную основу порциями. Небольшими порциями. Смотрите, чтобы в вашем креме не было крупинок. Если у вас есть в заварном креме крупинки, значит вы плохо его перемешивали во время варки и вам нужно его протереть сквозь сито. Я вот переслаивала вот такой вот тортик, он у меня был с клубникой, очень классный. Если у вас крем мягковат и вы будете собирать торт без формы, либо в форме, но хотите, чтобы он был поплотнее, хотя крем в холодильнике более стабильный станет, то добавьте сюда 5 грамм желатина, замоченного в 30 мл воды. Вот такой вот очень-очень простой и мега вкусный крем. Не забудьте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.